Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Екатерина Голикова и Михаил Эверстов, у микрофона редактор Саргалана Антонова. В сентябре 2019 года в городе Якутске начал свою работу городской офис центра «Мой бизнес». И начало его работы тогда стало знаковым событием для всего бизнеса общества Якутии. На сегодня можно говорить, что это действенный инструмент, где представителям предпринимательства оказывают поддержку в режиме одного окна. 2 февраля центр «Мой бизнес» запускает образовательную программу «Акселератор». В чем ее суть, для кого она предназначена и какую именно помощь могут получить предприниматели? Для того, чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, мы пригласили сегодня в студию прямого эфира директора центра поддержки предпринимательства, заместителя генерального директора центра «Мой бизнес» Наталью Альбертовну Кашперскую. Добрый день. Добрый день, Екатерина. Добрый, дорогие друзья. Наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Наталья Альбертовна, давайте напомним, какие основные задачи выполняет центр и какие виды помощи здесь можно получить. Вы совершенно правильно сказали о том, что это одно окно, это универсальный ресурс, который может воспользоваться любой житель нашей республики, независимо от того, он уже действующий предприниматель, либо только собирается им стать. Дело в том, что мы оказываем очень широкий спектр услуг. Это и образовательная поддержка, и консультационная, информационная, финансовая и прочие виды. Поэтому каждый, кто придет к нам со своей проблемой, бедой, задумкой, наверняка найдет отклик и найдет помощь. Хорошо. Для всех нас, в том числе и, конечно же, и для многих предпринимателей, наступили, как мы знаем, непростые времена, и многим пришлось переформатировать свой бизнес. Вот с какими запросами пришлось вам работать в пандемию? Вы знаете, это произошло, конечно, в конце 2019 года, в начале 2020 еще. Мы полностью переформатировали свою работу. Мы перевели все, что есть, и ресурсы в онлайн-формат. И, ну, если подводить итоги, например, ушедшего 2021 года, можно сказать, что, в принципе, мы справились с поставленной задачей. Несколько цифр назову, чтобы вы понимали объемы пропускной способности нашего учреждения и ту помощь, которую мы оказываем конкретно каждому предпринимателю. Просто консультации вот тех самых первичных в то самое одно окно было проведено более 33 тысяч. Но это не только городской офис, имеется в виду, потому что я хочу напомнить, у нас практически во всех улусах есть свои представители, то есть жители Аннабарского улуса и Булунского улуса, они точно так же могут воспользоваться всеми ресурсами, как и житель города Якутска, который проживает по адресу проспект Ленина. То есть разницы абсолютно никакой. Ну и кроме этого есть универсальный информационный ресурс, это портал малого и среднего предпринимательства, портал P14.ru. Я очень рекомендую всем и каждому, кто интересуется этой темой, заходить туда, смотреть все новинки, все новости, причем новости со всего света, скажем так, которые будут интересны предпринимателям. Можно посмотреть там, почерпнуть там. Узнать о мерах государственной поддержки тоже можно именно на портале. Это очень несложно, просто в поисковой строке вы пишете портал поддержки предпринимательства P14.ru и попадаете. Туда можно записаться на семинары, можно получить онлайн-консультацию, можно позвонить на горячую линию, которая тоже там указана. Ну то есть в любом формате, в котором вам удобно общаться со специалистами, вы это делаете, вы можете себе это позволить. Очень неплохой вариант. Ну и кроме этого, говоря о прошлом годе, круглые столы. Ну да, мы их проводили в таком формате, как мы сейчас с вами общаемся. Пандемия внесла коррективы, мы перешли в формат онлайна. Точно так же мы проводим эти круглые столы, точно так же у нас есть дискуссионные площадки по различным острым темам, которые запрашивают жители нашей республики. Их было проведено почти пять тысяч. Ну то есть очень живо, стараемся очень мобильно реагировать на все запросы и потребности. Кроме этого, 107 различных вебинаров, не семинаров, как это обычно было, приходим, регистрируемся, садимся за парты. Мы тоже перешли в онлайн-формат. 107 таких вебинаров было проведено только с приглашенными экспертами из различных сфер деятельности. И силами преподавателей непосредственно центра «Мой бизнес» было обучено более полутора тысяч человек. То есть это те все люди, которые хотят узнать что-то новое, которых не устраивает, например, нынешнее положение дел с его бизнес-проектом, и они считают, что нужно каким-то образом продвинуться вперед. Вот здесь приходим на помощь, конечно, мы точечно, адресно стараемся помочь каждому. Поэтому результаты, в общем-то, неплохие, можно сказать. Мы смогли переформатироваться, мы перешли в удобный формат и в безопасный формат прежде всего. Мы знаем, что буквально на днях 2 февраля ваш центр «Мой бизнес» запускает образовательную программу «Акселератор». Вот в чем ее суть? Вообще название «Акселератор» — это вот что? Ну, немножко истории. Эта программа была придумана, ну и вообще инициатива шла от нашего министра, от Ирины Сергеевны Высоких. Вы помните о том, либо, если не знаете, то я расскажу, она в недавнем прошлом предприниматель, и уж она-то точно знает, что нужно таким людям, таким славным ребятам, как предприниматели. Вот она сказала, нам нужна программа не короткая, ни на час, ни на два, ни на день, ни на два, а длительная программа, которая бы прокачала человека. И причем сделать так, чтобы вот этот массированный поток информации, отработки навыков был не только для опытных предпринимателей, которые по 10, по 20 лет в бизнесе, но и для тех, кто только делает первые шаги, им тоже нужна такая широкомасштабная поддержка. И вот именно тогда была разработана, это два года назад, получается, первая акселерационная программа. Ну, конечно, она до 2019 года, она была в очном формате. Это были выезды на природу, это были веревочные курсы, это очень была насыщенная, плодотворная, эмоциональная программа. И действительно, до сих пор выпускники, вот уже три года прошло, они до сих пор нам пишут, мы общаемся, мы дружим, мы видим, как развивается их бизнес. Очень хорошие результаты были. Но сейчас мы имеем то, что имеем, и даже в онлайн формате мы будем общаться с нашими слушателями в течение месяца. То есть вот весь февраль мы посвятим полностью той самой группе, которую отбираем. Я хочу сразу сказать, что у нас осталось небольшое количество мест на эту программу, но сейчас набор еще идет, поэтому вы можете записаться на эту акселерационную программу, если вы хотите либо очень легко начать свое дело, то есть обезопасить себя от всевозможных потерь, промахов, ошибок. Какой бы камней, который встречается. Да, конечно. И либо если вы уже в бизнесе, но вам кажется, что что-то идет не так, либо вы хотите, чтобы развитие шло быстрее, тогда вам стоит записаться на эту программу для того, чтобы сделать ревизию собственного бизнеса, посмотреть, найти эти узкие места и отработать их. Поэтому я очень надеюсь на то, что те, кто нас сегодня слушает, смотрит, они смогут записаться. Я, с вашего позволения, телефон скажу, по которому это можно сделать. Ну, либо портал b14.ro, о котором я уже говорила, либо дам сотовый номер телефона, это 8924-860-1614. Вот можно просто позвонить и сказать, хочу записаться. И дальше менеджеры очень оперативно отработают, дадут все необходимые документы для того, чтобы за вами было закреплено место на этом образовательном проекте. Ну, и о чем им, да, немножко? Да, а что войдет вообще в программу обучения? Что получат участники акселерационной программы? Мы, знаете, мы попытались сделать его таким тоже в сидящем режиме, интересным. Он будет в онлайне. Вы понимаете, что весь день в онлайне очень сложно находиться. Поэтому занятия будут примерно по полтора-два часа в день. То есть предприниматель может не отрываться от своего производства. Человек может это просто слушать, не обязательно быть активным участником, если вдруг по каким-то причинам он не может этого сделать. Но мы условно разделили на три больших содержательных модуля. Первый модуль – это базовые умения. Мы все-таки будем учиться думать, говорить и слушать. Как это ни парадоксально, но это базовые умения, которые позволяют нам быть успешными даже в жизни, не только в бизнесе. Ну, прежде всего, это думать. Дизайн мышления этот курс веду. Я очень его люблю. Действительно, он очень короткий, однодневный, но тем не менее мы с вами посмотрим, как можно думать эффективно, как можно думать рационально и как можно думать так, чтобы увидеть идеи, которые можно монетизировать. То есть перспективные для бизнеса идеи. Это бывает полезно даже тем людям, которые много лет в бизнесе. Вот. Научимся говорить, либо попытаемся подкорректировать ваше умение. Потому что правильно уметь выразить свои мысли, свои намерения. Конечно. А договориться в бизнесе… Они очень важны. А договориться – это очень важно. Сейчас выигрывает не тот, кто знает больше, а тот, кто умеет договориться с партнером. Правда же? Вот. Поэтому мы обязательно посмотрим эффективные коммуникации. Может быть, даже один небольшой модуль я дам из черной риторики. У нас в городе не очень распространен этот курс. Но я все-таки постараюсь дать вот этот вот надежный инструмент в руки нашим слушателям. И поговорим об эмоциональном интеллекте. Это тоже очень модная, современная тема. И вот первая неделя, она будет посвящена, по сути дела, прокачке личностных качеств человека. На второй неделе это основной модуль, основной блок. И здесь будет даваться, как бы такая интенсивная программа, тоже в онлайне. Для действующих предпринимателей одна, для тех, кто только собирается ими стать, либо ведет свой бизнес до года, вторая. То есть пускай те, кто к нам запишутся, не переживают, что чего-то они не будут знать, не будут успевать за остальными. Мы абсолютно четко будем учитывать их возможности, способности. И вот так по двум группам люди будут заниматься в двух кабинетах. И третий, последний модуль, он будет связан непосредственно уже с расширением ваших контактов. Это встреча с предпринимателями успешными. Ну, с такими, которые много лет уже стоят у нас на рынке, стоят хорошо, уверенно и уверенно же развиваются. Поэтому, может быть, впоследствии эти предприниматели станут вашими наставниками, если вы сумеете договориться и хорошо будете учиться на первой неделе. Вот. Поэтому вот такие вещи обязательны. И заканчиваем мы, как правило, общением либо с министром, либо с первым заместителем министра. То есть это такая встреча без галстуков. Тоже она будет проходить в онлайне. Но я думаю, что ответы на все вопросы наши слушатели смогут получить. И, конечно же, отдельный блок будет посвящен мерам государственной поддержки. Вот абсолютно всем. Потому что, знаете, ну, говорят как... Все равно выходят новые документы, постановления. Конечно, все меняется. Все равно нужно держать руку на пульсе. Вот этот пул поддержки, он немножко видоизменяется. Вот у нас, например, в прошлом году появилась такая поддержка, которая не была в позапрошлом, для социальных предприятий. Ну, то есть нужно стать социальным предприятием, получить статус, и только после этого вы можете заявляться на получение каких-то денежных средств. Понимаете? Вот все эти вещи мы проговорим, и, может быть, кто-то для себя найдет рациональное зерно в этом. Может быть, кто-то подумает, что ему нужно немного переформатировать свой бизнес, либо запустить параллельно еще какую-то линию. Ну, то есть в любом случае от взаимодействия с сотрудниками центра «Мой бизнес» всегда человек остается в плюсе. Это однозначно. Ну, и кроме этого, будет возможность общаться со своими сокурсниками и тоже приобретать новые контакты. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 2 февраля Центр «Мой бизнес» запускает образовательную программу «Акселератор». В чем ее суть? Для кого она предназначена? Какие еще программы помогают стать предпринимателем? Сегодня мы говорим о работе Центра «Мой бизнес» в Якутии. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. И гость нашей студии, я напомню, заместитель генерального директора Центра «Мой бизнес», директор Центра поддержки предпринимательства Наталья Альбертовна Кашперская. Ну что же, вот мы говорили о программе «Акселератор». Давайте еще раз напомним нашим телезрителям и радиослушателям о том, как попасть на эту программу. Да, можно еще сейчас записаться. Мы стартуем 2 февраля. Поэтому еще сейчас вы можете, просто позвонив по номеру телефона, который я сейчас продиктую, сообщить о своем желании записаться на эту программу. И на вас в ближайшие же дни выйдут менеджеры, отправят все необходимые бумаги для того, чтобы вы прошли регистрацию. Никуда для этого приходить не нужно. Вся информация будет через менеджеров вам доводиться, и обучение будет в онлайн-формате. Поэтому с точки зрения безопасности вы можете абсолютно не переживать. Номер телефона 8 924-860-1614. Либо можно зайти на портал b14.ru, где найти не только информацию о том, какие программы сейчас идет набор, на какие только планируется, ну и посмотреть всю актуальную информацию для человека, который интересуется бизнесом. Изучите, посмотрите, может быть, там что-то есть и для вас. Хорошо, у нас телефонный звонок, давайте его примем. Послушайте, пожалуйста. Добрый день, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот мой бизнес уже есть. Там вот со скольки лет можно участвовать или что там? Хорошо, я поняла. А вам сколько лет сейчас в настоящий момент? В настоящий момент 16. Отлично, вы наш клиент. Если вы дослушаете нашу передачу до конца, я сегодня расскажу о том, какие молодежные проекты будут. И для вас у нас есть прям специальное предложение. Обязательно запишите вот этот номер телефона, который я говорила, и завтра вы можете позвонить и сказать, что вы выбрали. И все для вас будет доступно. Спасибо. Хорошо. Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор. Наталья Альбертовна, в первом квартале, конечно же, текущего года мы знаем, что весной мы отмечаем праздник, который посвящен нашим мамочкам, нашей прекрасной половине человечества. Я знаю, что у вас в бизнес-центре есть программы, которые предназначены именно для мамочек, предпринимателей. Давайте о них расскажем. Давайте. Вы знаете, вообще в Якутии женщина, она имеет определенный статус. Мы всегда преклоняемся перед женщиной мамой. Это всегда хранительница очага. И вообще от женщины очень многое зависит. Поэтому, конечно, девушки, у которых появляются малыши, которые находятся дома по уходу с этими малышами, далеко не каждый из них собирается вернуться на свою прежнюю работу. То есть происходит переоценка своих возможностей, желаний, способностей. И женщина в этот период, когда она сидит дома, она ищет выход своим творческим возможностям. А для этого сейчас у нас есть абсолютно всё. Многие начинают стряпать пироги, многие начинают рисовать, и это получается у них абсолютно профессионально. Кто-то, в общем, начинает шить и понимает, что он не хочет быть больше инженером по технике безопасности, например. И, конечно, это желание государства понимает, что такое желание у женщин возникает. И для того, чтобы они все не ушли в теневой бизнес, что, в принципе, абсолютно реально, придумало государство на уровне Российской Федерации вот такую замечательную программу «Мама-предприниматель». Причем, коллеги, им можно стать участником этой программы, можно стать не только мамом, которые находятся по уходу за своими малышами, но и абсолютно всем женщинам, которые имеют детей до 14 лет. Ну, то есть, практически каждая женщина в нашей Якутии может рассчитывать на эту меру государственной поддержки. Почему я называю ее мерой государственной поддержки? Потому что она бесплатна абсолютно. Как акселерационная программа, о которой мы говорили с вами до рекламы, так и «Мама-предприниматель», она абсолютно бесплатна. Поэтому это мера государственной поддержки. Вы ее можете получить. Еще сейчас, в настоящий момент, не объявлен конкурс на эту программу. Мы отбираем всего 35 человек. То есть, могут попасть всего 35 человек. Но нужно следить обязательно на портале малого и среднего предпринимательства. Будет информация об этом. Ну и, конечно, везде в средствах массовой информации мы будем об этом говорить. Открывается набор на такую-то программу. Поэтому успевайте, подавайте свои заявки. Ну и несколько слов я расскажу о ней, наверное, да? Что вообще это такое? Потому что эта программа, она короткая. Она длится всего одну неделю. Но она такая очень массированная. Она, как правило, проводится в очном формате. Мы собираем 35 человек. И эти девушки с абсолютно различными проектами, с различным бизнесом. Это могут быть уже зарегистрированные. Это могут быть только начинающие предприниматели. Вот. Они могут претендовать на участие в этом проекте. И что они получают в итоге? Они проходят обучение по программе корпорации малого и среднего предпринимательства. Это такая специализированная программа, реализовывать которую могут только обученные тренеры. Вот у нас такие тренеры есть. И именно они, Ершова Альбина Диасовна и Дмитрия Вассайнара Анатольевна, будут реализовывать эту программу. Вот. Она рассчитана на девушек, которые хотят открыть свое дело. Но одно условие. Очень хорошая есть плюшка, так называемая, да. Лучший проект, который вы защитите. То есть каждый из вас будет рассказывать о своем бизнесе. По результатам. Да, что она собирается реализовывать, какой бизнес она будет открывать, например. И самый лучший проект, самая лучшая защита по результатам комиссии, членов жюри, которыми являются успешные предприниматели, будет удостоена премии именно гранта в 100 тысяч рублей. И эти 100 тысяч рублей вы должны будете потратить на свое дело. И только на свое дело. Но для этого нужно его открыть. То есть если вы обучитесь, расскажете замечательно, но не откроете свое дело, не зарегистрируетесь в качестве ИП, к сожалению, эти деньги получить не удастся. Поэтому вот условие такое. Но только одна из вас может стать лучшей. У нас есть за прошлые годы очень хорошие результаты. По-разному. Вы можете какие-то примеры привести? Да. Знаете, по-разному очень складывается судьба предпринимателей этих девушек. Кто-то открывает, кто-то так и не решился из-за пандемии. По-разному. Но самый, мне кажется, яркий и удачный пример – это Петрова Неркуяна. Эта девушка у нас пришла как начинающий предприниматель. Выиграла грант. И у нее своя студия Крафт. Она уже несколько лет очень успешно ведет свой бизнес. Она его расширяет каждый год. Те услуги, которые она оказывает населению нашей республики, жителям города Якутска, они все больше и больше, они расширяются. И Неркуяна сейчас уже перешла в статус успешного, опытного предпринимателя и эксперта. Вот что самое главное. То есть сейчас уже нашу мамочку, так называемую, мы приглашаем в качестве члена жюри. Мы приглашаем ее быть наставником, молодым, начинающим предпринимателем. То есть эта программа дает реально рост. Поэтому и вот эти группы девушек, которые учились в одном потоке один год, они продолжают дружить по жизни. Они друг друга поддерживают. Создают какие-то свои сообщества. Да, они становятся клиентами друг друга. Они друг другу делают какие-то скидки. Ну то есть у них получается своя жизнь, жизнь внутри этого сообщества. Поэтому очень здорово попасть в эту когорту. Поэтому следите, смотрите, чтобы у нас с вами был вариант вот такого взаимодействия. Ну и, конечно, я должна назвать партнеров. Благодаря кому эта программа вообще реализуется в нашей республике. Ну, конечно, это программа нашего министерства. Патронат Министерства предпринимательства, торговли и туризма прежде всего. Дальше. Это корпорация малого и среднего предпринимательства. Это Амвей. Это девушки, которые являются членами жюри. Именно они выделяют грант 100 тысяч рублей. Вот. Это опора России. Одна из самых больших, по сути дела, деловая Россия. Опора России. Это наши киты, на которых держится общественность предпринимательства. И банк открытия. То есть это вот спонсоры проекта, спонсоры программы. И именно эти люди являются членами жюри. Мы сами не жюрим. Мы сами не принимаем решения. Мы только учим, скажем так. Вот. Поэтому от мнения вот этих людей и будет зависеть, чей проект будет самым лучшим. Но проекты бывают, я просто расскажу, чтобы у вас не было страха. Проекты бывают очень разные. Это может быть просто пошив штор. Это может быть там здоровое питание. Это может быть фотоателье, совершенно верно. Это может быть комната. Доставка. Доставка. Комната по уходу и присмотру за животными. Это может быть частный детский сад. Причем не обязательно иметь этот проект. Вы приходите просто физическим лицом, которое хочет заняться вот таким бизнесом. И мы с вами этот проект разрабатываем. К концу обучения у вас будет готовый бизнес-план на руках. Будут расчеты. Будет определена зарплата ваших сотрудников и ваша. То есть вам останется только открыть эту книгу, которая остается вам в подарок, да? И по ней работать. Это будет в ближайший год. И я думаю, что все получится. Тем более, что у нас этот год объявлен годом матери в нашей республике. Поэтому я думаю, что этот проект, конечно же, вызовет очень большой резонанс среди мамочек. Из тех, кто хочет стать предпринимателем. Я очень на это надеюсь. Ну вот мы говорим о том, что обучение по всем вашим программам бесплатное. А вообще, как это влияет на качество обучения? Не создается впечатление, что вот раз бесплатно, значит, ну... Нет, вы знаете, не всегда бесплатный сыр бывает только в мешаловке. Нет, вот вы понимаете, конечно, очень сложно. Я больше 10 лет работаю в системе бизнес-образования. И абсолютно точно я уже для себя понимаю, да, что вот сейчас, когда очень большое количество всевозможных контентов, всевозможных проектов, сейчас очень легко можно ошибиться. Я сейчас обращаюсь ко всем, кто нас смотрит и слушает. Пожалуйста, очень тщательно отбирайте тот материал и те предложения, которые поступают в ваш адрес. И помните о том, что сейчас может заниматься обучением абсолютно любой человек. Для этого иногда и не надо иметь лицензию на образовательную деятельность. С одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, это очень опасно, потому что человек просто, прочитав хорошую книгу, не имея никакого за плечами ни опыта, ни специального образования, просто решит вам ее пересказать за деньги. И если он умеет хорошо говорить, если он умеет владеть аудиторией, ему это удастся. И урон, который будет нанесен человеку, который и заплатил деньги, то есть финансово он пострадает, и потом получит недостоверную информацию, он может быть непоправимым. Поэтому я все-таки считаю, что вам нужно в первую очередь обращать внимание на проверенный контент. То есть если это учреждение при министерстве, при органе исполнительной власти, это гарантия того, что вам будут даны именно те программы, которые допущены к реализации. Поэтому выбирайте. Дорогие друзья, сейчас мы вновь уходим на рекламную паузу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о деятельности Центра Мой Бизнес. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И так как мы уже сегодня рассказывали, в феврале Центр Мой Бизнес запускает образовательные программы «Акселератор» и «Мама-предприниматель». О них мы уже рассказали, в чем их суть, для кого они предназначены, а какие еще программы помогают стать предпринимателями. Сегодня в передаче мы говорим о работе Центра Мой Бизнес в Якутии. И гость нашей студии сегодня, напомним, заместитель генерального директора Центра Мой Бизнес, директор Центра поддержки предпринимательства Наталья Альбертовна Кашперская. Напоминаем, дорогие друзья, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефон у нашей студии 32 0066, 32 1166. Наталья Альбертовна, давайте еще раз, наверное, подведем итог по программе «Мама-предприниматель». Напомним, когда она начинается и, собственно, в какое время смогут наши телезрители, радиослушатели подавать свои заявки. Да, нужно следить за новостями на портале, в новостной ленте. Но обычно мы открываем регистрацию на эту программу ровно за месяц до ее начала. Мы планируем ее начинать 14 марта. Соответственно, 14 февраля будет открыт набор, запись на эту программу. Поэтому следите за нашими новостями. Очень будем рады видеть каждого из вас. Причем я сейчас хочу еще отдельно обратиться к женщинам, которым уже не 20 и не 30, а может быть даже и не 40. Но у вас есть дети до 14-летнего возраста. Абсолютно без всякого стеснения, без намеков на то, что, боже мой, что же подумают, мне уже так много лет. Приходите, мы будем рады вас видеть. И я вас уверяю, что вы себя будете чувствовать тоже очень комфортно. Это действительно здорово. Давайте продолжим наш разговор, Наталья Абертонова. Мы живем все-таки в довольно-таки непростое время. Есть у нас все-таки безработные и так далее. Есть ли какие-то у вас совместные проекты с Центром занятости населения? Да, вы знаете, есть, конечно, на протяжении уже более чем трех лет есть договор, подписанный между Министерством предпринимательства торговли и туризма и Комитетами и Центрами занятости нашей республики. Мы обучаем основам предпринимательской деятельности абсолютно бесплатно всех людей, которые стоят на учете у них как безработные. Поэтому абсолютно точно вы можете через Комитет занятости пройти такое обучение. Ну и напрямую тоже можно обратиться к нам. Как безработные вы можете пройти бесплатное обучение по двухдневной программе основы предпринимательской деятельности. Она для вас будет тоже бесплатная, если вы являетесь безработным гражданином. Ну и буквально вчера, кстати, сказать, мы обсуждали этот вопрос и думали, как же сделать так, чтобы вот сейчас же у нас хорошо реализуется наш проект, не только связанный с предпринимательством, но и в других сферах. Вот, например, там демография. Очень следят за тем, чтобы у нас количество безработных граждан ежегодно сокращалось. И вот поэтому вчера буквально было предложено разработать какой-то определенный ресурс информационный, на котором каждый предприниматель может заявить о своей потребности в том или ином специалисте. Вот, и каждое учебное заведение, которое переподготавливает того или иного человека по определенной специальности, он будет давать анонсы, что в феврале месяце вот столько-то человек по парикмахерскому делу, по еще какому-то направлению будет выпущено для того, чтобы наши предприниматели оперативно видели это и могли приглашать к себе на работу конкретных специалистов по конкретной специализации. То есть вот эта коллаборация, она работает очень хорошо в нашей республике, и я думаю, что она отдаст в итоге вот этот синергетический эффект. Хорошо. А какая работа проводится вашим центром в целях популяризации идей предпринимательства, например, среди молодежи, среди нашего подрастающего поколения? Вы знаете, мы всегда понимали, что переучивать гораздо сложнее, чем учить. Поэтому начинать со школы, со школьного возраста, это всегда выигрышная позиция. Поэтому в этом году, вот сейчас, если меня слышат родители детей, кто старше 14 лет, именно с этого возраста, это к вопросу о звонке молодого человека сегодня, именно в 14 лет наступает возможность открыть свое дело, стать самозанятым и вести полноценный бизнес именно этот возраст. Поэтому если вам уже 14 лет, знайте, что все наши проекты и все наши продукты для вас тоже могут быть доступны и могут быть бесплатны. Вот что мы делаем? Если сейчас слышит нас директор школы, либо члены родительского комитета, вы можете прямо организовать своих детей в школе и выйти на нас по тому же самому номеру, про который я говорю, и сказать, мы хотим, вот у нас там, например, 10 ребят из нашей такой-то школы, такого-то дальнего улуса, и мы очень хотим, чтобы у них были прокачаны вот эти предпринимательские компетенции. Что мы предлагаем в этом году? Ну, прежде всего, бесплатно проходят онлайн-обучение, буквально несколько часов. Генерируем их бизнес-идею и делаем так, чтобы она у каждого из них вообще появилась. То есть даже если у ребенка нет бизнес-идеи, все равно вы уже наш клиент. Мы вам поможем с этим справиться. Дальше мы устраиваем бизнес-баттлы между различными школами. То есть формируются команды молодых людей, это все в онлайне. И устраивается между ними бизнес-баттл. Это очень интересно, это очень захватывающе. Это марафон, который длится буквально 2-3 часа, но он очень хорошо дает возможность прокачать свою идею. Дальше, ну и приобрести команду. После этого мы рекомендуем в летнее время, в течение недели, пройти нашу бизнес-смену, тоже бесплатную, Генезис. То есть если вы не знаете, чем занять своего ребенка, либо молодой человек не знает, чем, на что потратить это лето, то вы можете запланировать участие в бизнес-смене Генезис, который организует центр «Мой бизнес». Очень интересно, в течение недели, в день, буквально по часу, вы сможете нарастить мясо на свой проект. Дальше, к концу осени, где-то октябрь, мы вас приглашаем стать участниками Олимпиады по предпринимательству. Она традиционная, она будет проводиться в этом году, по-моему, 14-й раз. Но есть одно очень хорошее «но». После того, как вы выиграете эту Олимпиаду, либо войдете в число лучших, мы в конце года, в декабре, имеем возможность дать вам направление на участие в «Шаге в будущем». «Шаг в будущее» — это всероссийское движение, и, наконец-то, там появилось направление предпринимательства, чего не было никогда, и только в прошлом году вот это случилось. Мы являемся экспертами, и поэтому тоже заинтересованы в том, чтобы ребята, которые пройдут вот все эти мероприятия, о которых я сейчас говорю, они вошли в финал и этого большого направления, этого большого конкурса «Шаг в будущее». Победители, напоминаю, едут в Москву, представляют нашу республику. Это очень здорово. Здорово, да. У нас телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Так, к сожалению, он сорвался. Сорвался, да. Ну, давайте немножко подробнее расскажем про Олимпиаду по креативному предпринимательству. Так, у нас опять появился телефонный звонок. Алло, добрый день, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. А на экскаваторщиков можно обучиться через этот центр, как обучение и всего? Или на экскаватористов? Понятно. Спрашивают, можно ли обучиться на экскаваторщиков, на экскаватористов? Вот, вы знаете, по поводу экскаваторщиков и прочих направлений рабочих специальностей, все-таки нужно выйти на комитеты и центры занятости населения. Там реально есть программа, это демография, называется «Нацпроект», и вы реально можете пройти обучение абсолютно бесплатно, не на базе нашего центра, мы учим только предпринимательству. А вот экскаваторщик — это туда. Вас там точно будут ждать. Хорошо. Вчера только об этом говорили. Итак, мы говорим про Олимпиаду. Да, Олимпиада очень перспективна, потому что мы имеем возможность, каждый ребенок имеет возможность рассказать большим людям, экспертам, члены жюри — это предприниматели, о своем бизнес-проекте. И потом, коллеги, вот первые, те дети, которые 14, 12, 10 лет назад выигрывали нашу Олимпиаду, они сейчас в современной жизни, большинство из них стали предпринимателями. То есть мы уже сейчас видим социальный эффект от этого движения, от этого процесса. Поэтому я думаю, что никто не проиграет, если выберет путь. А по сути дела вы делаете большой выбор. То есть либо стать наемным работником, либо стать работодателем. Вы решаете сами. Независимо от того, какое образование вы получите в своей жизни, у каждого из нас такая возможность выбора есть. И поэтому вот мы предлагаем вам все-таки рассмотреть в себе потенциальные возможности стать лидером своей компании, стать генеральным директором, и нанять наемных работников, и быть работодателем по большому счету. Ну и у нас еще в республике, кстати, в этом году появилось, в прошлом году появился очень хороший ресурс — это «Мусу Стар». В прошлом году впервые по инициативе правительства нашей республики был вот такой молодежный форум, вы помните, в «Триумфе», «Мусу Стар». В этом году, возможно, если пандемия нам позволит, он тоже может состояться. Поэтому следите за новостями, и если таковой будет, у вас будет возможность принять участие во многих активностях, которые будут проводиться в рамках этого конкурса, в рамках этого форума. Сам он, например, будет проводиться в один день, а до этого следите за новостями. Абсолютно бесплатные, по различным направлениям активности будут. Мы, например, планируем провести примерно 25 марта такую бизнес-игру, как аукцион. Она очень хороша тем, что она формирует в человеке предпринимательские компетентности и позволяет ему поверить в себя. Поэтому наш первый звонок, который сегодня был, молодой человек, я вас приглашаю на эту игру. Следите на портале за всеми новостями, и будем рады вас видеть, как и всех остальных. Ну и в завершении нашего разговора у нас буквально минутка осталась. Каким вы видите центр в ближайшем будущем? Каковы планы? Я очень надеюсь на то, что наш центр будет развиваться такими же темпами, как развивается он сейчас. Сейчас у нас ежегодно открываются новые филиалы в улусах республики. И мы понимаем, что это очень важно для тех людей, которые отдалены от, географически отдалены от центра. Я надеюсь, что с каждым годом их будет все больше и больше. И общая атмосфера в нашей республике, она все-таки будет изменяться к лучшему. И каждый из нас будет понимать, что правительство нашей республики очень заботится о нас, придумывая, разрабатывая всевозможные меры поддержки, так или иначе, которые позволяют нам чувствовать себя более уверенно в этой сложной жизни. Хорошо. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о работе центра «Мой бизнес» в Якутии. и о том, какие ближайшие программы вы сможете посетить буквально в первом квартале текущего года. Дорогие друзья, программа «Якутска сегодня». Всего вам самого доброго и до свидания, до следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»